вот так примерно работает ребят сажаем ну и все игра закончена по сути это кто это тут а поставить на этот и другие крутые исходы вы можете пройдя по ссылочке в закрепленном комментарии всем привет ребята герои трента венгу но я замочу временно в общем сегодня играть на визажей в оффлейне думаю многие из вас знают что все время я играл в команде с таким игроком как чузен ван который сейчас играет в не миге и слез я довольно таки давно был хорошо знаком лично считаю что это игрок один самых приятных в соло и мэме да и не только в соло и мэме и в команде с не было приятно играть ну и следствие следствие из этого текает что он есть у меня в друзьях в стиме так вот я иногда поглядываю за профилем чтобы найти какие-нибудь интересные новые метки которыми он играет я не буду спеллерить всех героев скажу лишь что один из его персонажей которых интересных я планирую записать и уже записываю это визаж это уже третья игра на визаже это четвертая игра и вторая попытка записи первая попытка записи было неудачно потому что я записал без дорожки звука игры записался только мой голос хотя игра была бомбезная решила не заливать на канал и в этой игре по сути я буду играть также визажом оффлейн сборочка актуальна есть доте если что вы всегда можете тут найти добавить поиграть по ней очень много интересных таких моментов по сборке которые можете найти в общем я буду просто рассказывать про основы которые изменились на визаже с этого патча потому что как многие помнят в свое время я начинал канал связи за же то есть можно сказать начинал с этого первый видос на моем канале были вот визаж мипа бруда такие на контр пик героя на контр пик герой на ласт пик героя сейчас увы я и мы мало играю потому что часть их понерфили очень сильно с другой стороны еще и сами по себе дота очень медленные стала и не по кайфу стала играть на таких героев но это не отменяет то фото но войну прыжочек прокачал дружище есть покажешь я плену тычку ланча плохо вышло надо было добивать я застал плюнуть ну ладно из плюсов он без ресурсов он потратил файри файр он потратит сейчас еще фласку она вроде как у него была но случай почему визаж в оффлейн они на вид потому что как правило в меди вы много фармите вы хотите забирать место на карте а на оффлейне вы больше знаете доедаете остатки своим союзником вот вы доедаете но фейнере остатки за своим союзником вы не пытаетесь как-то иметь перри фарм огромный хотя бывает персонажи на которых это круто делать типа dark сира типа может быть какого-то оффлейне не знаю андерлорда который будет покачаться кто-то потише ли себя сделаю учетом громко для меня именно для меня громко не знаю как для вас для меня прям капец как громко ваша задача на из же получить как можно больше и потому что но как правило линию из доминировать но если сможете с огромным трудом обычно вы хотите хотите брать очень агрессивного с собой оффлейнера то есть я как-то стоял с лионом это очень плохо было ну то есть нас убили там раза три и на линии мы говна поели и в целом но стоять на линии с лионом слабо говоря очень плохо понял потому что ну вам нужен герой который может подойти дать пару тычек зарядить вам второй скилл как работает второй скилл когда вы находитесь рядом и кто-то из ваших противников либо союзников получает дэмэдж вас заряжаются так называемые души чем больше душ тем больше урона зависимости от левела прокачки второго скилла вы получаете разное количество душ которые можете иметь то есть на первом навыке 3 4 и 5 6 соответственно зарядив большее количество душ вы будете больше носить дэмэджа плевков второй скилл имеет относительно маленький кулдаун то есть это нюкс кд в 4 секунды который требует довольно таки много маны и в основном когда вы играете даже вам на старте будет стать маны именно эту проблему мы решаем покупкой нулика так как нулик дает 0 талисман учитывая последние патчи плюс у каждого есть своя курица я думаю тоже в этот патч не пропускали и когда у вас есть курица вы имеете возможность донеси себе так ларите и там или флажки тангусы но вы сами прекрасно знаете про артефакты которые в теории могут сыграть сейчас держу на себе крипов потому что я знаю что если подведу под башню линия раскачается и будет находиться у башни противника но если я буду держать тут то линия будет держаться в этом месте это очень выгодно веточку можно съесть потому что стики грешные вы планируете покупать только на линиях против которых против вас есть какие-то спамеры кнопок к примеру это какой-то саппорт зиус или может быть sky mac тогда войну лет три план триплой состоите да вы обязательно берете стики в остальных ситуациях вы стараетесь теки не брать как говорю как правило визажа одна из самых худших тычек в игре не с точки зрения размера с точки зрения и качества она очень медленно летит она очень медленно выпускается ее тяжело контролировать и в целом если против вас хорошенько стоит джиггернаут на линии или террор блейд то но добить крипов против него скорее всего не будет возможным я уже проходил что приходишь на линии добиваешь там 10 крипов за пять минут на этой линии уже 12 просто потому что противник как слишком пассивно стать линию плюс из-за того что мы заставили противника уйти сюда рейтинг на этом аккаунте 4000 ну мне пока что очень легко играть на этом аккаунте и не наверное дальше будет легко лайнер тут ребят стоять плохо умеют и в любом случае нажать дать инфу союзнику мужик надо с ними трейдится у меня второй скил заряжается и полу ебла столбну сношу с одного скилла если мы трейдимся с ними вот сейчас мы четыре стака заряжаем и с ларка плюем четыре стака заметили да ребят это дэмэдж веселый это вся суть у флейн визажа он играет сейчас через магию вот такой вот у меня герой флажка допью потому что без пассивки визаж очень любкий так примерно работает ребят кларис даже не сбил не иллюзии так примерно работает вы трейдите стрейдите сплевываете как правило ни один саппорт не может перебить визажа вот на такой стадии когда вы деретесь если не вижу сколько хп у крипа вы не вы не можете проиграть размен по хп хотя я вот как-то стоял на линии тролль плюс огар против а я стоял с леоном ту линию там я не мог передачковаться но в основном если ваш саппорт трейдится шансов у вас проиграть драку ну просто ноль просто ну нереальному и зачет方 black film будете доминировать линию до что вы ему вы играете через магия на 2 скил то есть если не а сложное выберете menos 3 ку если не а легкая можно ставить даже в одну руку либо в двойку то есть но вам не нужно слишком много иногда ты точно вот в 2 в point- investors real не будет корейวдолгая slark не сможет рано идти в лес поэтому я возьму на линию в тройку когда вы начинаете фарме через им graph тогда вы уже играете через первый скилл потому что интер ускоряется гор увеличивает скорость актер м利аров из за того что-то как zijn лера повышенное вы быстрее формить но это логично выберите не как правило покупаете сапог вайн лэнс потому что это основная скорость бега на выжать все что ему нужно то есть сапог вайн лэнс и дальше докупаете корону ну если надо еще стики можно купить красавчик это мой тиммейт парню в общем вот как правило вы линию проигрываете но в этой игре почему-то я иду на помощь если что можем драться с ним и могу его будет очень не надо влетать про струну заберем так прохара сима немножко я на крипов и получаем берем пассивочку я не убьет он вряд ли на феникс ну из плюсов плит он не забрал руну я маска что забрал руну винга кстати запулило запулил довольно хорошо потому что сейчас к тапа пойдет и пачка расшатается xp я получить должен тут он не сделал дабл стак всю пачку потерял ну ладно что страшно сларк еще больше потерялся что даже не в том кто что ты делаешь на сларке дружище не волнуйся не знаю чем он занимается на фениксе он вопрос забрать руны никуда не лететь и все было бы круто но он решил что-то заниматься херней хороших ты типу страны противников но это неважно в общем тут вы уже как правило грейдите стики на такой стадии если они нужны нет или не особо нужны но просто куплю чтобы были такие плохими редко бывают ну и вот я как и вы получаете экспу много xp кайфуйте на линии мало xp ну значит скорее всего против вас серьезная линия но что вы и так и так получите рано или поздно плюс если у нас будет нападать вы всегда сможете пару раз ответить тычками поднимаемся странные ребята они вообще не фармят они тупо походят на ли драться так понимаю под крипами кстати вы даже старайтесь не драться у вас ноль армора единственная ваша защита это ваша пассивочка 3 поскольку она всего в одну ручку на старте берется но эффективность ее очень маленькая думать очевидно для большинства эффективность пассивки в level 1 очень мало дальше покупаем барабаны без всего то есть просто сапог вайн лэнс барабаны там с тиками можно еще докупать рейндропы ускорить немножко от паунса не вернут в колесе будет но я могу все но все еще плевать и сарку как вы можете заметить довольно таки больно когда у нас 2 скила маленький поэтому сларк отдыхает лица вот берем еще партнерочку нажму фарифайр на всякий еще плевок то есть сами эти дэмэдж ребят эй не надо не надо не убивай дэмэджа не должно хватить еще два удара могу пережить сами да ребят вот этот дэмэдж 2 скилла его в троечку взял на этой линии но нереально против такой же стоять из минусов понятно у вас мало статок парни это так важно чтобы тратить на это время во время игры может вы перестанете гореть и будете просто играть да похуй мужик их уже нет их уже чувак какая разница но он уже купил попросите запулить его ну какая разница но все горение от меня то есть я провокатор получается правильно спровоцировал тебя сгореть все правильно это не ты нестабильная личность которая хочет кричать это не это это улучшение комьюнити парню так так пример травман делает то же самое также улучшает и серьезный стран типа нахуй он что-то кричит начала ну купил варды купил чё тебе ебёт это играй в доту делай максимум так я то что один остался не очень круто но есть плюс меня фамилиар и половились вообще нихера не показательная линия мне хотелось драться нон-стоп но противники боялись драться мне раньше казалось что визаж очень слабый лайнер потому что у него ноль армора потому что у него нет особо статов на линии но на самом деле когда я потестил я понял что за счет 2 скилла вы можете супер много дэмэджа носить надо сразу же плевать заранее потому что он откатится очень быстро и это нам поможет ты уже не бешеная блять что с вами сами видите дэмэдж ребят старого скилла в троечку это просто жесть ну сларку важней подраться со мной позвонить меня нежели добить хоть какого-то крипа у него наверное в рейсбэн сапог да разве отпечатка миллионеры с трущом блять дружище съем вы если нет это не нужен цвета не рады не знаю тут точно 4000 ощущение как будто тут 0 тысяч вообще снова плевок на пол хп ему может даже и больше чем на пол хп ну все теперь берем перески потому что благодаря ему мы начинаем фармить из первым скилом качаемся барабанчики появились красиво двоих ебув солянова хотя на самом деле в нормальных играх на старте вы не то чтобы ебёте вы просто норм играете ну то есть у вас норм дэмэдж вы такой хороший оффлайнер с хорошим дэмэджем с контролем виде птичек но в этой игре почему-то мне прям все отдают но не дают себя убивать нельзя подходить к лавке слышали я подошел к лавке был звук но предметы не успели сработать то есть звук проигрывается заранее по скрипту раньше чем срабатывает лавка интересная механика поскольку я уже говорил второй скил больше чем в тройку не нужен так как он нужен в основном для киллов выки вы перестанете сделать один момент когда противник просто идет с линии для фармать скил абсолютно бесполезен если он бесполезен смысл качать логично да поэтому берем первый скилл с помощью него начинаем качаться в основном на ранней стадии визаж фармит эншентов потому что на ранней стадии большинство коров и что фармить не могут а визаж может вот и вы как бы занимаетесь эншентов насчет зафармливать спот убью катапу возможность под катапу еще по пушу можно поставить еще какое-то дерево не знаю что-то типа вот сюда просто что было типа мне нужно манго поэтому ставлю дерево манга забрал все толкнем пачку под катапу он попробуй толкнуть башню а дальше посмотрим очень ребят написано про сапоги если игра очень плохая берете транквилы если игра очень хорошая берете фейзы ну или хотя бы средняя если игра вы не знаете какой сапог купить оставляйте обычный не надо покупать никакой сапог если не знаете как купить я пошел отсюда я буду фармить это сначала мы фармим пачку на линии потому что это важнее фармить также можно с помощью посадки голубей так как они тоже носят дэмэдж пристанет то есть ли не быстрее будет пушиться катапа я случайно запулил но это неважно не знаю чем он делаю левок стройку садил снова снова сплюнул мангус у меня есть увы ты меня не догонишь на рыбке вот если он сандрался он вообще умер обожаю визжа тмс ранее вообще по кайфу без плюсов меня еще и фидят вообще по кайфу редко бывает такое что я фидят на визаже когда ты играешь но что поделать все первый скилл замаксили теперь начинаем фармить так можно быстрее эту кнопочку оставляем себе дальность атаки очень важно дальность способности точнее но при этом мы не берем таланта дальность для таланта дальность берется только в тех играх когда вы уверены что у вас ничего не получится вы играете против контр пиков вас душат набери сталант свое дружище вот ничему вы не научитесь вот почему вы это продолжаете делать я сколько раз должен тебя убивать чтобы ты понял что не надо на меня нападать можно думать что на венге бессмертно я не знаю но твой бессмертие закончится после первой смерти а уф берем таланта дэмэдж странная слишком легкая игра где я душу на линии но на самом деле тоже игра наверное 4 сыграно сегодня утром одну сыграл две игры на визаже оффлайн сыграл на других аккаунтах на этом вот эта вторая игра по сути и сколько и вот сколько игры я играл я умирал максим два раза за игру когда меня прям душили на линии в этой игре у меня все фришно в общем дальше после того как купили барабаны стики получается в барабаны стики файзы 0 вы смотрите что покупать дальше в основном как правило вы играете от того что как где-то нужно то есть нужен аджор а он лучше так смотреть нужно защита от магии есть там много магии много ли там магии ну там веник неприятный интернат стоит взять сажаем я пытался ты мог на перезвать еще раз посадить но ссоре я мог по-любому подо мной клинкс бежим просто я пытался в теории то могло сработать но мне не получилось манга забрали выложим выложим стики нажмем выложим нажмем все можно сподпушить башню это талант на дэшку на дэмэдж не надо дэшку на дэмэдж талант почему на дэмэдж потому что он ускоряет фарм ребят талант на скорость таки он на дальность применения способности нужен только в играх когда вы как саппорт когда вас душат вам суп вас и плохо он без ульты кстати ли он без ульты он без ульты ли он давай ебать он веникс и помогает что дни не по моему этот с пт-шкой дэмэдж конечно огроменный но кстати зря я взял в четверку этот скил гораздо эффективней не брать четверку здесь пассивочку пассивка бафа и также голубей кроме вас из голуби тоже начинают кайфовать замаксил глистов я слабо говоря охуел когда увидел такой дэмэдж себе в лицо ну ладно на вся команда стоит в боте лан чем мы оставляем эту линию потому что ну выходить на одному на пятерых нет смысла парни надо бежать в пятерых плакате другие линии фармить сломал сломал знаете я не смогу к сожалению но это нормально что подкачаем немножко н что 12 левел 12 мм геймплей в кардинале меняется так вот чего в этой игре не хватает защита от магии ну там типа из магии только вина монстр плюс немножко тренд защит от физухи ну вообще да очень сильно даже не хватает защиты от физухи против физухи вы как правило покупаете просто вот кираса кираса топ-1 айтем против dps чем начинаете покупать из такого дешевого расходника как баклер приятный арморчик всей команде плюс вы можете купить еще себе плитмейл что спасет вас от клинза поэтому ну вот вы даже смотреть при ситуации контрят магией покупаешь там пай бкбшки да и глимер возможно если плохо контрят физушкой берешь себе кирасу гос может быть тебя никто не контрит а просто все нормально тогда ты покупаешь этот как называю владмир вот в обычной игре когда у тебя все плюс минусок и у противника все плюс минусок ты просто берешь владмир не пытаешься там что-то изобретать брать защиту от того что тебе не надо ты не бери пайп просто потому что ты хочешь играть с пайпом пайп нужно брать в игре где много магии не надо брать его просто так в этой игре папе если я возьму то где-то после владмир а владмир и если я возьму то после кираса посмотрим еще что-то может не хватать в теории против из дпс я еще могу гост в этой игре взять я так посмотрю на всякий случай заклингс будет проблемой против назначающим даже даст теперь ждем время так нам же варча сломать их ждем время чтобы откатились голуби потому что после прокачки они сами не обновляются чтобы обновить глуби их нужно перезвать а чтобы перезвать ну уж по не были не в кд соответственно сейчас мы выходим в бот под катапу нужно подпушить глисты эти веника и такая вот имбища вот я записывал гайд и даже немножко жалею что записал типа это просто герой ну блин он такой мерзкий такой сильный даже после нерфов но неважно гуляем и пушим фармим а преимущество что может рано уйти в лес и команда будет получать преимущество то есть они могут там на линии постоять за себя x пульку получать это очень сильно бафает тиммейтов особенно у меня саппорт феникс который хотелось бы пофармить и у него кстати довольно-таки неплохой айтем неплохие айтемы до такой минуты как парами 30 секунд перезвив потом могу в топ выйти дров кстати отвратительный пик подвижа раньше это было имба сейчас это не имба раньше давал урон сейчас дает ловкость может подумать понять ловкость нет я не могу помочь нам далеко очень нельзя так это тратить в пустое это плохо можно подпадать плюсы будут в топ парня я уже в топе нажмем демочка можете помнить довольно хороший но это не важно потому что меня задушат ваш добью хотя бы не не добью моя вина моя вина что я иду один дефать против всех и там клинкс огромный медовый который пушат мы должны ему отвечать все команды на такие атаки не парни типа мы должны отвечать все команды на такие ганги либо вообще не отвечать и если мы не будем отвечать нам просто выломать все башни это очень не круто когда топ ты один вышку не дефать никогда даже когда тебя пушат втроем а у тебя все тиммейты живы вдвоем когда тебя пушат жвардов там нету повторюсь чувак их двое нас живо четверо у нас есть все кнопки феникс мертвый почему мы не должны дефать ланта я видимо замутил меня потому что и самый умный игрок самым умных обычно не спорят правильно промочил украли это посажено заберите стоун с базу ну за счет самый умный который горит никогда не дефайте при этом он возможно кстати в этой ситуации не стоило дефать 5-1 в топе возможно но тут даже дело не в том что возможно или нет если бы он не хотел дефать он бы сказал об этом заранее что он не полетит но как мне кажется если бы он впитал бы какой-то дэмэдж а не я было бы проще я кстати зря же занимаю место для фарма которая могла бы фармить дровка я должен идти в более опасное место потому что у меня героя 3 плюс 14 армора у меня пассивочка еще в двойку и вообще она даже быть уже в тройку я не должен был дамакшивать sol я должен был взять этот пассивочку пассивочку должен был максить туда я должен ломать нельзя давать я ведь я должен дровки оставлять инжетов я не могу там фармить должен идти в более опасное место покажу что мне кираса почти на форме это же нормально подфармливать но вы должны помнить ребят что визаж это прежде всего магический дэмэдж физический дэмэдж будете наносить в минимальном количестве игр в основном вы маг вы там бьете за счет того что у вас птички сажаются и вы кидаете второй скилл стоп вот именно второй скилл основной дэмэдж поэтому мой вам совет мой вам совет когда вы играете же играйте через магию не думайте что визуха на визаже имба нет это просто но вам нужна магия так они сильно комбинация героев типа тренд этот под клингзом стреляет видите оформили более опасное место в котором я могу загонгать но это нормально потому что дровка стоит в безопасном месте и даже если умру это хорошо для дровки кур отправляем в лавку потому что скоро у нас будет кираса и кирасу дофарм надо будет вместе собираться в кирасу нас яйцо феникса как раз будет вот в топе пачку добью плохо что не получил мой зато с линией по получу пассивочку в тройку взяли как и вот пассивка ребят это как слои капусты вам чтобы вас убить вам нужно слои быстро снимать то есть по одному там ну как правило снимают но если вас будут бить быстро вас убьют почему до сих пор владимира нет на команду чё за бред потому что владимир в этой игре не так хорош как кираса хотя чё ты тот самый человек который спрашивает чтобы спросить они чтобы услышать ответ правильно пересено не услышишь мой ответ правильно конечно правильно я бы ему ответил с радостью на конструктиве но это тот самый человек который спрашивает чтобы спросить ему не важен ответ нужно сделать недовольное ебло и сказать почему команда хуёвая сегодня попала снова вот снова изо дня в день Хуёвая команда Хотя по факту Единственное хуёвое Тут это ты По факту Обожаю фразу По факту Ой нахуй факт Вот На 50-0 Берём талант На поливок Так Соло сразу По двум целям Я сам Я сам парень Поливок По двоим целям Поливок Пока веник Нет Но легко Т2 Можем забрать У меня плюс Кираса Приедет сейчас Потом Замедлил Даст нам его Ну Такие моменты Мы не прощаем Сажаем Ну и всё Игра закончена По сути Кто это тут Кираса приехала Кираса можно попушить Дальше Владмир будем Владмир 3 Хорош Но Кираса была важнее Кираса будет спасать союзников Может дружкой Побить теорию Гоу хаги А не глик проебали У меня барабаны Они без клингза 30 Коп обьём Да давай Под Кирасой Под драмами Что я не медальку купи Не знаю Но Бафай нас Игра заканчивается Так поделаем Ебать прикольно вышло Без глик За подровкой Все дальние герои Какой ужас Это просто страшно Зарк вообще не двигается Там свапы скорее есть Нормально Мы так Задермантировали им сторону Именно Дермантировали Все дофармием В боте большая пачка Это просто жесть При том что я играл Ну в этой игре не супер хорошо Надо уйти оттуда Теперь зафармить Эльштраф уйти Ботинки побегут за нами Должны по крайней мере Мы фармим Мы отходим Сразу же Все отлично Зафармили Могу лебаш сломать Она фуловая хп Поэтому Ой тут сларк Они все тут Осторожники Убегать нужно Клинкс может быть С арчидом под тобой Не знаю Вот мне сделать гол Сначала Или ладмир У нас без тп Дровка Поэтому Съебем отсюда С ладмиром Рожку можно убить будет Эльштраф не зафармила Дровка То есть она нажала Бот тп Не зафармила Эльштраф Позор Вот это называется Позор Как же приятно С кирасой фармить Ну кстати Насчет сборки Я говорю что кираса Нужна только против Физдпс Если у вас Против вас нету Физдпс Не надо рашить кирасу Это ошибка Покажу ему Что у меня вот так Манта кстати Наверное Не самый лучший выбор Гораздо эффективнее Было бы купить В этой игре БКБ Тренд есть Энвис уже Энвис от Нейтур Гуис Хорош Так убил Внимание Тренд хэт Энвис Оф Нейтур Гуис Базилочка почти есть Базил очка Зафармим там лес Готоп Там две башни сломаем У меня уже будет Блять Вон После башни Будет у нас Верно Скоро стаки За дровки Кстати Такое редко бывает Но Это знаете Такой улыновый пик Если мы сейчас Не закончим Потом будет очень сложно Против героев Но при этом Визаж все равно Даже в лейте Очень силен Драма у меня нету Зарядов Поэтому нужно Чуть поаккуратней Яйцо у нас есть Но правда Первого левела Моя задача Сажать голубей Чтобы яйцо не сломали Самое важное Лиф они въебали Из плюсов Голубей мы садим Далеко парни Нас башня бьет Мы поплюем В любом случае туда Поплевали Горож Потом наверное Пайп Плюнем Стаки держатся 6 секунд Кстати И они отстакиваются Даже если На вас веник Ультанул Давить сами Они настакиваются Привок Скоро стаки Замедляем его И под Владмиром Начинаем пробивать Аторшаны кстати Тоже да Настакиваются Еще нам Феникс будет помогать Вообще по кайфу Замедляем Споро стаки Дровка заберет Аегис Вообще по кайфу Я добил Рошана еще То есть ну Супер фричная игра 20 минут Просто уничтожение Тотальное на визаже Из минусов У меня не получилось Показать вам Суть лайнинга На визаже Когда ты там Размениваешь Типа хп Дерешься Но если что Ребята Если вам будет Интересно смотреть Сложные линии У меня есть две игры Где я пососал на линии Где меня душили прям Против триплы стоял И еще были какие-то игры Кофе за ваше здоровье Вот у меня есть две игры Очень сложные Где меня душили на линии И я после этого камбэкал Поэтому если вдруг Вам интересно То в описании Вы найдете ссылки Не ссылки Точнее номера матчей Неудачных игр Сможете их изучить Если хотите Также Там будет и удачная игра То есть я скину все номера матчей Которые я сыграл На этом аккаунте У меня было два матча Получается Раз И Вот этот матч И вот этот Который сейчас играю Этого матча не было Я объясню почему В общем У меня на столе Вот тут Вот тут можно сказать Лежала Как это называется Салфетки Даже они где-то тут Вот эти салфетки И кот стопал на кровати Я короче кидаю салфетки Вот так вот на кровать И прям в кота попадаю Мне стало очень грустно И я пошел Просить у кота прощения Закармливать его Чтобы он не обижался И короче Я случайно Вместо того чтобы выйти из игры Нажал покинуть игру Ну и типа Из этого я вылетел Короче вот Вылетел И нажал покинуть игру Вот так вот Ну типа пофиг Я там полчаса ждал Даже писал об этом оверу Вроде в личку Если открыть с ним сообщение Вот такой мем На столе лежали салфетки Я кинул их на кровать Пачку А там кот спал Я в разбитом догрузе Стал еще резко Вышел из игры И случайно ливнул Вот Такой момент у меня произошел Кстати вы не видели Да это Да вы не увидели переписку Могу так вам показать Я правда вниз уехал Но вы его видели Как минимум В общем так У меня есть защита от физдпс У меня есть баф ладмиром У меня есть драмы Кстати заряды драмов Кто не в курсе Можно обновлять Покупая на них рецепт Что дальше Нужна ли мне защита от магии В этой игре Теперь уже да Против Единственное кто нас убивает Это веник теперь Только магией Против веника можно купить Купим себе аквилку Топ мы пушим Я сначала гост сделаю Я не успею сделать пайп Гост будет профитней Это кстати Не самое лучшее действие Но Вообще противники очень слабые какие-то Честно скажу Что на 4000 так не играют Они очень плохо играли Ну играли Потому что игра уже закончена Эта часть Таки раз И мы сейчас будем пушить Ну а что поделать Не того гола посадил Ну ничего Главное что меня не свапнули Кстати 18 с лл еще нет Он сейчас будет Как же приятно пушить Визаж плюс дровка Вот Перезываем новых голубей Хотя лучше было бы Оставить перезыв на потом Даст А меня не достал Но надо выбегать отсюда Гост берем Клин кстати ливнул у них Видимо сгорел Вообще клинк довольно хорошо играл Даже был похож Немножко на бустера Помочь Помочь тиммейту Это перенесем Да Вот этот талант На дабл плевок Это супер сильно Потому что этот плевок Стреляет Не конкретно ближайшую цель Ну в общем ближайшую Но он прийдет и берет героев И дальность там огромная То есть вы плюете И он еще дальше стреляет Чем основная Дальность этого скилла Будет больше С талантом Даже чем на основном Такая прикольная тема Твоя лицо Твоя лицо Когда поиграл Против дровки Визажа Обидно конечно Чел как-то Обижался Замутил меня Без причины С динайти Может Не успею Давайте смотрим на дэмэдж Я думаю не так прям Чтобы много нанес Но Посмотрим от чего я наносил дэмэдж Так вот важно И да ребят Если вдруг вы хотите Посмотреть игру Которую я написал Тупо с войсом Я понимаю что Мало кому это будет интересно Но Все таки На всякий случай Если вдруг кому это интересно Вот эту игру я залью Без звука Просто с доступом по ссылке Вы можете ее посмотреть Сможете ее посмотреть Смотрите в общем По дэмэджу Сколько я нанес На визаже оффлэне Я нанес 15 тысяч дэмэдж Что довольно-таки немного Но зато по башням 7 тысяч это много Получил урон Я топ Кстати 3 Но обычно ты там Топ 1-2 По полученному дэмэджу Там еще герои такие стрёмные Были против меня Что прям жесть Посмотрим на урон Основной урон я наносил Как вы можете заметить Со второго скилла Гаргули они конечно наносили Но больше урона С вот этого скилла И Ну он в основном И балансный Потому что Вы его на 100 плюете Он плюет по всем героям Плюс по крипам Ну в этом смысле он хорош В гайд В описании Ссылка То есть ссылка на сборку Будет в описании Сборочку найдете Почитаете все подробно Про визажа Вопросы Можете спрашивать Меня в личку смотреть Неудачные матчи И удачные матчи Номера матчей Останутся в описании Игра которую я записал Без звука игры Тоже будет залита И ссылка на нее будет в описании Ну и по всем вопросам Опять же в комменты Либо в личку Я думаю визаж Все так же хорош Как раньше Он конечно не круто Фаст пушит Ну тут игра такая же Противники славенькие Попались Сларк вообще батяра Какой-то на линии Я не знаю У него сколько вообще Нетворс был на старте Так посмотреть Общая ценность Графики Общая ценность У Сларка на старте Нетворс был 2,800 Чтобы вы понимали У меня 5,000 Это вообще Это не Нетворс Он просто догидал Фекалии за тиммейтами По поводу кстати ММРа До старта игры Было 4,000 Сейчас 4,60 Плюс по 100 Там 8-100 ПТ за победу дают Я говорю Скоро у меня уже будет Там 5,000 6,000 и т.д В общем все ребят Давайте удачи Пойду записывать следующего Скорее всего Тини медового А потом Чена Но если Что-то понравилось Не забудь лук составить Ну сам знаешь что делать Удачи Субтитры сделал DimaTorzok